Всем доброго времени суток, дорогие друзья и зрители нашего канала. С вами Rollie Game Online. Сегодня мы будем проходить такую замечательную игру, как Hitman The Blood Money. Это четвертая по счету игра студии разработки игр IO Interactive. Самая, на мой взгляд, успешная, самая популярная, самая запоминающаяся серия игр Hitman именно данная часть, The Blood Money. Не знаю как вам, но для меня это классика. Я играл в нее неоднократно. Один или два раза я, может, прошел ее максимум, но до конца пройти мне удавалось не так часто, потому что я время от времени удалял игру или еще какие-то были причины. Ну, не важно. Давайте создадим учетную запись. Так. The Dogfather. Отлично. Так вот, эта игра на данный момент достигла 10-летнего возраста. То есть, была создана в 2006 году. Очень популярная игра. Несмотря на то, что, как я уже упоминал, я в нее играл, хочу сыграть в нее еще раз. Но в этот раз с вами. Чтобы было честно, я думаю, что следует поставить уровень сложностей самый высокий, то есть профи. Я многих, если честно, моментов игры не помню, но так как я уже знаком с механикой игры, с миссиями некоторыми, с интерфейсом и так далее, я все-таки поставлю уровень сложности профи. Если же мне станет сложно, я изменю до эксперта. Вот этих роликов я, к сожалению, не видел, по причине того, что, возможно, у меня была пиратская версия, то есть урезанные, катсцены были вырезаны. Я не видел этих роликов. Давайте посмотрим. Ох, нифига себе, вот это жесть. Текстильная новость. Мы получили неподтвержденные сведения о происшествии в Саудленд-парке. Сотни родственников погибших собрались у воров. По меньшей мере, 30 человек погибли, ранены около сон. Полиция не пускает журналистов к месту трагедии. 30 человек погибли. Минуло 5 лет со дня трагедии, закрывшей ворота Саудленд-парка, однако всплыли новые факты о проверке состояния аттракционов незадолго до инцидента. Команда юристов, Орлы в законе, защищающая всю... Орлы в законе, команда юристов. ...потребовала исключить и сделать часть свидетельских показаний. Мутное дело. ...нашему кровщину трагедии в Саудленд-парке состоялось очередное услужение дела Джозефа Кларенса. Вердикт не виновен. Несмотря на оправдательный приговор, огромные счета от аппаратов вынудили его признать себя банкротом. В это же время родственники погибших заявили о намерении подать апелляцию. То есть 5 лет они уже судятся и никак не могут добиться... ...справедливости. ...сидим вот так в темноте, ты его не вернешь. Не вернёт-то не вернёт, а мстить-то надо. Я хотел бы сделать заказ. Заказ принят. Вам с сыром или с фаршем? Джозеф Кларенс. А вот и наш герой. Агент 47. Клон. Он даже не человек. Я думаю, я буду отыгрывать роль такого безжалостного убийцы. Не будем никого спасать. Не будем никого щадить. Всех будем убивать. На этом уровне вы получите все навыки, необходимые для эффективного выполнения предстоящих заданий. Это понятно. Это обучение. Я в курсе интерфейса, поэтому я пропущу. Миние действий находятся в левом полу. Да-да-да-да-да-да. Отображаем воскресенье. Используйте клавиши движения, чтобы передвигаться. И мышц. Спасибо. Кстати, я вот только сегодня, вернее, только сейчас, когда записываю эту серию, узнал, что здесь есть вид от первого лица. Добро пожаловать в Штаты, 47-й. Это задание будет прямолинейным. Вам необходимо проникнуть в заброшенный парк развлечений, найти и убрать его владельца. Посмотрите, вид от первого лица здесь есть. Ваша цель? Джозеф Кларенс по кличке Король Свинга. Эндрю Чейслер. Клиент попросил, чтобы фотография, которая сейчас находится у вас, стала последним, что увидит цель. Мистер Кларенс ведет бизнес с наркодельцами, так что в парке наверняка еще есть развлечения. Приятного отдыха, 47-й. О да, спасибо, Диана. Чего уставился беложопый? Я к Джозефу Кларенсу. Ты за беложопого-то ответишь? Да, я к такому тупому же недоноску, как и ты, скотина. Это тебе за беложопого. Конечно, я не так тебя хотел наказать, но хоть так, хотя бы так тебе накажем. Да, дорожка из крови. Гифт-шоп. Давайте зайдем. Войдите в магазин сувениров. Не будем шуметь. Постараемся все сделать по стелсу. Но я чувствую, у меня это не получится. Вечером что-то не так идет. Так, отвлеките охрану. Поскольку я помню, здесь монетку надо бросить, да? Надо попробовать задушить их. Блин, не получится. Они оба ушли туда. Если бы один отошел, я бы задушил. Ну ладно. Нам, как уже сказали, есть чем поразвечься. Что-то про бога втирает. Что-то религиозное. Эта сцена напоминает мне казнь из фильма «Криминальное очтиво», где Винсент Вега и Джулс убивали каких-то парней. Ну, мы не дадим ему казнить этого парня. Впусти вот эту удавку в свою шею, поддонок. Он мой. Я тебя спас, чувак. Я тебя спас. Как я уже и говорил, мы будем отыгрывать клона, а не человека. У клона нет чувств. Мы спасли этого беднягу только для того, чтобы восполнить вот эту вот жажду убийств. Мы спасли его для того, чтобы убить самим. Так, давайте перепрыгнем. Оп. Отлично. Я клон. Я не могу сострадать. Двое. Да-да. Да-да. Сейчас ты сделаешь ноги. Так, надо взломать, да? Супрайз, модафака. Ах ты. Лови, козел. Что-то какая-то паника поднялась. А где их стволы, я не понял. А, вот он. Вон второй. Что за паника? Я не пойму. Кто-то пришел, походу, там? Ммм. Вроде бы нет. Не пойму никак. Ну ладно, давайте по-быстрому избавимся от этих тел. Нож возьмем. Пригодится. Кого-нибудь покромцаем, может быть. Тяжелый, походу. Смотри, как тащит. И второго тоже. Спрячьтесь в шкафу. Ага. Что тут произошло? Что-то уронил. Ах ты какой жадный. Лови сюрприз. А что я? Нож не могу забрать обратно, что ли? Походу, нет. Давайте переоденемся тогда. Нет, все-таки нож мне нужен. Нет. Нельзя, да? Ну ладно. Возьмем ключ-карту. Избавимся от этого тела. Так, сюда они уже не поместятся. Вот и паника, походу, спала. Кажется, это он ее и поднял. То есть, он услышал выстрелы. Не зря мы его... Эй. Ну-ка, иди сюда. Не зря мы его убили. Да, и нож в спине торчит. Еще и на нож упал, походу. Нам не нужны улики. Смотрите, какая гора кокса. Смотрите, сколько денег. Что там? Два портрета какие-то. Это что, по одному доллару, что ли? Ну-ка. Да, действительно, один доллар, смотрите. Ну, тут не больше 500 долларов, наверное. А это кто такие? IO, интерактив. Не знаю, это Кейн и Линч, или это разработчики. Что это? Не знаю, пасхалка какая-то. Так. Погнали. Как мне музыка эта нравится. Так, один, два, три, четыре, пять. Пять душ. Ага, вон там шестой. Ну, я играю на уровне профи, так что я не буду выеживаться. Надо как-то по-тихому себя вести. То, что я туда ворвался с дробовиком, ну, там по-другому никак, наверное. Возьмем пистолет. Так. Надо положить оружие в ящик, в коробку с содой, да? И взять эту коробку. Погнали. Стой! Проверка! Да стою, стою, ты чё? Успокойся. Смотри, как смотрит, а? Всё в норме. Спасибо. Я пойду. Положите зелёный ящик. Достаньте пистолет. Достаем. Ща я вам подчиню это дерьмо. Я могу достать деньги, родная. Они всё равно и так, считай, мои. Мистер Спуг всё уладит. Мы откроем парк, и всё будет как прежде. Нет-нет, ещё всего пару дней. Поверь мне. Солнышко, не говори так. Мистер Спуг вернёт деньги. Он человек надёжный. Я не буду это подписывать, я не буду. Да мне всего лишь один шанс, я клянусь. Зайка, милая. Аля. Походу, обиделась твоя зайка. Наверное, мне кажется, мистер Спуг её спучит периодически. Раз там речь идёт о каких-то подписях. Не знаю. Так. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, да? Даже восемь, по-моему. Да, восемь. Сплошное дерьмо. Так, это девятый. Давай его притушим. Героу Вагири. Как Скорпион из Моркл Комбат. Так, переодеться я в него не могу, походу, да? Видимо, белый гангстер вызовет подозрения. Ну ладно. Дискриминация какая-то. Надо вырубить источник питания. Так, чё мне? По-тихому пройти или... Или наказать? Ой. Вот твою мать. Сейчас чё будет, а? Держи, 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 козёл. А чё они не стреляют? Уходим. Надо ствол взять. Уходим, уходим, уходим. Чё-то они не видят меня или что? Походу, они меня не видят. Давай его добьём. Ах ты, скотина! Тварь, а? Походу, видит. Това второго. Вот это месиво, вот это месиво, а? Чё я устроил, ребята? Я хотел по-тихому, а получилось как обычно. Ну, придётся мне от свидетелей избавиться. Извините, дамы. Я клон. Извини меня, пожалуйста. Но ты всё слышала. Или видела. Неважно. Ой, господи. Сейчас устроим здесь бойню. Вообще, как скот, смотри, забивает. Вы хоть оделись? Ох, вот это жесть. Вот это жесть. Прости меня. Пожалуйста. Я не хотел. Так получилось. Ой, боже мой. Вот это жесть. А, всех забили молотком. Это бойня. Мне ещё в грудак выстрелил. Ой, господи. Ладно, давайте. Войдём в этот туалет. Предстроить. Прикройтесь гангстерам. Как щитом. Ха. Ты кто тебе такое сказал, дурачок? Так, а как прикрыться? Чем больше сыжгает, тем больше кончаешь. Вот твою мать, а ну. Скотина. Что ж ты повернулся, урод. Так, теперь мне надо как-то аккуратно разобраться. Один. Второй. Третий. Третий. Скотина попал. В живот попал. Кто это сделал? Я это сделал. Сволочь. А ещё одна пуля, и мне капец вообще. Картёжники хреново. Ой, ладно. Чувствую, я не пройду эту миссию. Возьмите. Это, знаешь, уже много времени прошло, Скуб. И я хотел бы узнать, как там у нас движется дело с деньгами. Да ну. Да ну. Да, дело-то какое. Если помнишь, мы договорились на короткое время о том, что ты заплатишь наличкой. И это... Я знаю, как сильно тебя сейчас, наверное, давят. Но мы уже договорились. Я думал, что ты, может, просто отдашь ту сумму, на которой мы условились. Хотя ты сидишь тут... Хе-хе. Блин. Вдвое дольше, чем мы договорились. Да ты в лес вообще. Но ты можешь заплатить изначальную сумму. Такие проблемы, чувак. Не зря на тебя направили такие силы, как агент 47-й. Да. Король свинга. Так, возьмите футляр. С винтовкой. Давай. СВД у нас, да? Как там приближать? Я что-то не помню. Так. Ага. Ага. Так, один. Второй. Так. Тут никого. Так, третий. Начнем с себя. Есть. Прям в плечо ему заехали. Где он? Ага. Да что ты трясешься, как эпилептик. Блин, давай. Есть. Прямо в шею. И этому. Это все? Надеюсь, все. У меня жизни не так много. Я рисковать не могу. Так, винтовку я заберу. Она мне нужна. Очень хорошее оружие. Я не собираюсь его оставлять каким-то мусорам. Они же сюда приедут, правильно? Не знаю, чье это оружие, но я его заберу. Давай сюда пистолет. Он тоже мне нужен. Найдите дверь в кабинет. Вот она дверь. Да? Да. Уже почти конец, по-моему. Так, давайте. Ставим кейс. Да, просто пикап мастер. Слушай, девочка, я распакую твою круглую попку. Быстрее, чем ты скажешь, что за красавчик развязал мои ленточки. Уверена, что ты мог. Это дядя Джо. Лучше уходи на свое место. Извини, чувак. Ты сегодня ничего уже не распакуешь. Точнее, вообще ничего. Ни сегодня, ни завтра. Кто-нибудь приносил сегодня бумаги? Нет, дядя Джо. Уверена? Ты ведь, надеюсь, не любишь ничего весь день с этим бомжом у двери. Дядя Джо. Хе. Дядя Джо. Бомжом. Сегодня не приходил, кроме Дэлла. И он бомж? Он бомж? Не бомж. Спасибо, Каролин. Это все. Вы в порядке? Ого. Нормально. Иди. Нифига себе, у него секретарша. Вы посмотрите, блин. Че такое? Что с тобой? Тебе нужен доктор. Скорее, беги к врачу. Вызовите скорую. Поздно. Так. Че это за яд-то был? Убивает мгновенно. Хлорид, натрия. Ну, капец вообще. Полный фарш, короче, туда набрали. А это фотка, да? Ее надо показать. Ну, все, пойдем. Че тут мы солить еще? Так. Так, вот последним, что он увидит, да? Посмотрите на этот молоток. Елки-палки. Так. ТМП. Ладно, пойдем. Извини. Я не хотел. А ты еще кто такой? Как ты сюда попал? Я твоя смерть. Кэролэн! Мой клиент нанял меня показать вам эту фотографию. Я вас не понимаю. Мой клиент желает, чтобы это была последняя вещь, которую вы увидите. Мистер Кларенс, прошу вас, взгляните на фотографию. Такой культурный. Давай его замочим уже. Так. Че ему? Яд в обнателе? Пулю. Что выбираешь, козел? Пуля слишком просто. Я не могу спать. Я знаю, что я ему. Я знаю, чем я его убью. Я не знаю, и я никогда. Да, да, да. Закончил. Я тебе запланирую. Смотри, уже про деньги что-то начал говорить. Вот это жесть, смотрите. Бедняга. Убить себя бейсбольно битой. Заберем фото. Это же как он мог отчаяться так? Так. Пойдем. Нет. 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 Возвращаемся назад. Во-первых, давай сюда пистолет. А во-вторых, я не могу оставить этот кейс. 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 Копы вот так войдут и увидят его, да? Безжалостное самоубийство. Бейсбольно битой. Жесть. Молоток. Возьмем. Пригодится. Так, у нас что, два молотка уже? Ну, надо один выбросить. Вот этот, например. Окровавленный. Или этот? Нет, все-таки этот. Типа, знаете это? Типа, он забил там персонал этого Скупа, Снупа или как его там? Молотком. А потом, осознав, что он натворил, отчаялся и выбил себе мозги битой. Так, ладно. Пойдемте. Взяли мы динамит. Теперь идем по галереи. Поставим здесь кейс. Чтобы его никто не украл. Установите мину на вороте. Скуп, у нас какой-то козел поскользнул по носу мужики. Ты же знаешь, что я такие гости не люблю. Скуп, я сначала думал пришить его. Какая-то заварушка. Смотри, пришить меня хотел, да? Ты говорил, что нельзя дергаться. Но я так и сделал, и этот беложопый ушел. Опять про беложопого втирает. Ну, сволочь, а. Ты не знаешь, проблема в моем приказе? Нет, Скуп, я такой не знаю. Я знаю, как я тебя накажу. Ах, блин, заберет опять его. Ответственности сейчас будут учить его. Теперь он ответственен. Ты сволочь. Забрал у меня. Его я хотел наказать. О, нифига себе, я его... Я его что, убил? Да ладно. Я думал, он на кровати будет лежать. Походу, он пошел туда куда-то. Там у нас баба осталась, поэтому надо избавиться от нее. Блин. Ага. Прицел. И огонь. И все. Вроде бы больше там никого. Я надеюсь. Раз шкала внимания зеленая, значит, я думаю, там никого. У меня просто здоровья уже вообще нет. Да, вот это месиво, вы посмотрите. Того вообще зажало. Где твой пистолет? А, вот он, вот он, где он? Вот он. Пустынный орел. Отлично. Еще один. Автомат с патрончиками. Берем, конечно. Лишним не будет. А вот и выход. Ну что, дорогие друзья. Вот и конец. Всем спасибо. Надеюсь, вам понравилось. Скоро выпустим еще одно видео. Поэтому оставайтесь на нашем канале. Всем пока. Ах, да. Самое интересное. Спятивший мясник убивает 24. Ну, вы тогда почитайте газетку. А я прощаюсь с вами еще раз. До новых встреч, ребята. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok